Первый спикер, Соня, расскажет про то, как она делает в Альфе мероприятие с помощью Notion, а Леша потом подхватит микрофон и расскажет, как он свою большую конференцию организует с помощью Notion. И это просто сказка, ребят. Да, поэтому я передаю микрофон. Да, ребята, рада вас видеть. Вот, и давайте, удачи, расскажите нам, как вы используете Notion. Очень интересно. Да, Настя, еще раз привет. Спасибо тебе большое за красивую презентацию нас и вступление. Еще раз представлюсь. Меня зовут Соня. Я DevRel и, наверное, больше правильнее будет сказать техпиар-лид в Альфа-банке. И мы сегодня вместе с Лешей расскажем про то, как используем Notion в своих проектах. Я расскажу про то, как мы используем его в техническом бренде работодателя в Альфе, а Леша в рамках организации конференции. Расскажу немножко про себя, чтобы было понятно, почему я об этом рассказываю и кто я такая. Я отвечаю за внутренний и внешний контент в рамках Альфа-банка для аудитории IT Digital. И до этого работала в внутрикоме, в корпоративной культуре в телекоме, успела чуть в FMCG поработать, в геймдеве и даже в корпоративном университете. Про что я сегодня расскажу. У меня будет немного слайдов, но я постаралась туда положить конкретные примеры. Я расскажу про то, какие, в принципе, есть преимущества у Notion и почему круче использовать его, на мой взгляд, чем, там, не знаю, Google Docs, таблицы и так далее. Я расскажу, как Notion помогает мне в работе вовлекать сообщество и экспертизу, с которым я работаю со стороны IT. Расскажу, как он помогает планировать мероприятия и контент, как мы взаимодействуем командно там, и про то, как можно выстраивать там каталог коммуникационных каналов для того, чтобы готовиться к продвижению проекта. Вначале скажу такое немножко поддерживающее, наверное, к тому, что Настя рассказала про зоопарк инструментов versus Notion. Действительно, очень много разных инструментов существует, которые закрывают большие крутые задачи, но Notion – это площадка, которая может их там, да, частично, может быть, не все, но частично агрегировать и закрывать собой как одной единой площадкой. И поэтому, собственно говоря, мы сегодня о нем именно и говорим. Добавлю немножко дисклеймер. То, что я буду рассказывать и показывать на слайдах, это не значит, что нужно делать там только так и никак иначе, что это какой-то закрепленный процесс. Это опыт, который, на мой взгляд, показался мне там положительным, и я хочу им поделиться с вами. И скорее у меня будет больше примеров каких-то конкретных проектов и ведения процессов в нем, чем какой-то там теории, скажем так. Начну с такого немножко романтичного, на мой взгляд, но самого любимого слайда про то, что работая там в команде Девреллов, мы находимся в HR-бренде, и HR-бренд – это всегда про людей, потому что мы работаем с людьми, работаем для людей, и, ну, сами мы команда, которые не просто сотрудники-работники, мы тоже люди. И наша задача, работая там с внешним и внутренним контуром, вовлекать людей, потому что без вовлечения невозможно ничего. Ну, сделать базово, там, не знаю, метапо-тестирование, не вовлекая туда экспертов, спикеров, а просто, да, попросив рассказать доклад, ну, вопрос к качеству этого метапа будет. И как один из таких инструментов мы решили попробовать наушен. Как именно он помогает нам вовлекать, сейчас расскажу. Базово еще, там, продолжая предыдущий слайд, подчеркну, что у нас есть такая, наверное, не ценность, как это правильно сказать, такая установка, что мы стараемся вовлекать людей сначала внутри, внутри компании, внутри банка, через все, что вы видите по левой части, около кружочка работы внутри. И звездочками я отметила процессы, которые как раз-таки мы синхронизируем через ноушен. И потом, поработав внутри, поняв, что, не знаю, участие в конференциях, метапах, написании статей, да, там, внутри, во внутренних сообществах, это не больно, не страшно, и всегда будет помощь от нас, как от команды, человек выходит во внешний контур. И там тоже мы используем ноушен как инструмент, который помогает уже в таких более организационных моментах, что, где, когда и как. И, наверное, я начну с первого и основного примера, который самый главный и такой становится корнем для дальнейших отвилок, это, в принципе, взаимодействие с сообществом. Приведу пример того, как я общаюсь с командой мобильной разработки, потому что я доверила этого направления в Альфе. Мы создали для ребят отдельный хаб, отдельную страницу, блок в ноушене, в котором есть абсолютно вся информация, которая может быть им интересно, полезно. Пришел новый сотрудник, он может туда зайти, узнать все, что мы делаем в рамках HR-бренда снаружи, в рамках каких-то комьюнити внутри, каких-то полезных встреч по обмену опытом и так далее. Здесь мы базово планируем все, что касается, там, не знаю, KPI, F-метрик по квартально или по полугодию в зависимости от задачи. Здесь виден весь список мероприятий, которые мы делаем внутри и снаружи, и перейдя там дальше, я расскажу, как именно выглядят эти страницы и что на них стоит указывать. Здесь же мы планируем симки, потому что у нас с ребятами есть, как и, наверное, почти в любой AdWare-команде, регулярные симки с экспертизами для того, чтобы обсуждать текущие задачи. И что самое важное, для ребят мы синкуем по тегам все активности от статей, мероприятий, конференций, которые касаются именно их как экспертизы. И любой человек, который, возможно, даже не вовлечен еще в этот процесс, да, там, выхода как спикера, как лидера мнения от компании, он может зайти туда и посмотреть на любую активность и сказать, я хочу здесь участвовать, ой, а вот это интересно, давайте я в свой чатик еще отдельно закину. Переходя уже к тому, как именно, да, там, мы используем ноушен в конкретных задачах, я начну с мероприятий, потому что, наверное, это такой основной инструмент работы с внешней аудиторией, да, мы, как и все AdWare-л, организовываем метапы. Мы делаем метапы от компании, под разные экспертизы, под продукты и так далее. И здесь вот я привела в пример скриншоты с метапа, который мы готовили для ребят с фронт-энд-разработки, и, в принципе, эта страница строится всегда одинаково для каждого мероприятия, из чего она состоит и какая у нее структура. Вначале мы всегда добавляем паспорт, то есть паспорт проекта, который рассказывает о том, когда оно будет, где оно будет, на какой аудиторию мы работаем, какие у нас KPI и задачи. И есть база страниц организационных таких, как, например, концепция нашего мероприятия и стори-тейлинг, подготовка в рамках конкретного ту-ду, документация, какие-то архивные штучки и так далее. И это удобно, потому что не нужно бегать по, не знаю, чатикам и спрашивать, ой, подскажи, пожалуйста, по какой ссылке, где, типа, Google Doc, в котором мы собирали идеи для концепции. Можно просто дойти на эту страницу, и, в принципе, если ты, как бы, если она хорошо снавигирована, и у нее есть правильный, там, статус и подписи, найти любой ответ на любой свой вопрос. Далее, там, по этой странице, если спускаясь ниже, мы погружаемся в программу. Программа у нас строится по принципу того, что есть несколько вертикалей. Это тайминг, активность или доклад, да, в зависимости от того, что у вас будет в метапе. Спикер и ведущий, ведущий в плане, если это активность, кто ее ведет. Вот описание подробное, что будет в этой активности, и статус. Важно, наверное, подчеркнуть, что вот то, как у меня на скриншоте, это не значит, что оно только такое может быть. Вы можете создать абсолютно любые критерии, категории для вашей таблицы, любые статусы, да, то есть статус, который прописан у меня здесь и выделен разными цветами, это статус, который мне удобен. Удобны мне и экспертизе, с которой я работаю. Но вы можете добавить туда, например, таймлайн, да, и ставить галочки по закрытию этапов, то есть не просто статус менять, а, например, прогон прошел, дизайн прошел, там, спикер найден, все готово. И это одно из, правда, преимуществ классных Notion, что он очень гибкий, он очень гибок, и вы можете подстроить под любой запрос страницу такую, как вам нужно. Точнее, даже, правильнее сказать, не только такую, как вам нужно, но и экспертиз, с которой вы работаете. Еще, наверное, подчеркивая одно из преимуществ Notion, я скажу, что это инструмент, ну, очевидно, достаточно популярный и известный, и там, общаясь с нашими ребятами внутри, я понимаю, что они благодарны тому, что мы используем не базовые Google Doc'и, да, там, или какие-то отдельные файлы, упаси боже, Excel'ки, которые прямо на рабочем столе хранятся, а вот такой, там, если можно его назвать, облачный инструмент, потому что они и сами с ним работают. Это инструмент, который большинство из ребят применяют и, там, в работе, и в личной жизни, да, то есть, не знаю, если говорим про работу, у многих команд есть такие анбординг, страницы для технического анбординга новых ребят, и для них, как бы, несложно, там, зайти на эту страницу, она у них сохранится, всегда будет закладка. Переходя дальше в детали, да, там, расскажу, как, например, в рамках мероприятия может выглядеть страничка с концепцией. Страничка с концепцией играет, правда, важную роль, и не воспринимайте ее как то, что это страница, где просто картинки накиданы, чтобы создать настроение. Это страница, которая является таким документом для согласования концепции с экспертизой, потому что мы, там, приняли за правило, что мы не делаем концепцию такой, как мы хотим, а мы запрашиваем у ребят, какие у них запросы, и, как бы, в хорошем смысле тестируем на них, там, несколько вариантов. Но дальше, на следующем этапе, эта страница полезна в первую очередь копирайтеру-редактору и дизайнеру, потому что ребята забирают отсюда, да, там, дизайнер забирает все, все абсолютно, что касается референсов, да, каких-то пожеланий к визуалу, а они все здесь описываются. А редактор-копирайтер забирает абсолютно все, что касается смыслов, какого-то tone of voice или, там, в том числе программу, которая показывала на предыдущем слайде. Так, например, вот мы проводили вот этот этап, про который рассказывают в стилистике D&D, Dungeon Dragons, и мы, там, не только визуал делали в такой стилистике, но и текстовки, старались писать, текстовки коммуникации, в стилистике того, что, да, там, как и в D&D, у нас есть ведущие игры, есть разные роли, разные персонажи, и мы, как бы, использовали это в коммуникации. Отдельно, если вы работаете, да, там, с командой внешней или вы делаете это своими силами in-house, оформляете площадку какими-то декорациями, это тоже все здесь представлено. Вот здесь вот на картинке, где книжечки, можно увидеть, что там есть примеры каких-то конкретных, не знаю, референсов или того, что мы хотим сделать на площадке. Это тоже ребята, как агентство, могут забирать отсюда. Дальше, переходя уже к такому, наверное, более прикладному и самому полезному, на мой взгляд, это тудушки. Тудушки очень часто теряются, и когда они не ведутся, да, там, в одном каком-то листе сводном, и когда это просто записывают у кого-то в блокноте, у кого-то в избранном в Телеграме, у кого-то еще где-то, идеально вести их вот в ноушене в единой площадке, в едином Team Space, скажем так. И там в нашей команде он делится на три блока. Это организация, коммуникация и дизайн. В организацию мы кладем все, что касается каких-то бытовых штук, типа, господи, заблокировать площадку, не знаю, там, отправить на типографию бейджики, стикер-паки и так далее. А коммуникация – это все, что касается текстов, дизайн, соответственно, дизайн. И удобный ноушен тем, что, да, там, помимо базовых штук типа статуса и дедлайна, которые мы выставляем, очень удобно выставлять здесь ответственных, потому что если вы работаете в ноушене, соответственно, вся ваша команда тоже там присутствует. И тегая человека на какую-то конкретную задачу, ему приходят уведомления, вы не тратите время на то, чтобы прийти к нему и написать «Соня, привет, возьми, пожалуйста, вот эту задачу». Вы, как лид проекта, составляете всю схему, весь список. Вы пишете там, не знаю, договориться с ребятами из IT-саппорта по поводу проведения трансляции. И если вы работаете с новым человеком, которому хотите передать всю дачу, вы в комментариях справа вот здесь описываете все, что вам нужно сделать, тегаете его, и все. Вам не нужно, да, там, дополнительному брифовать или еще что-то. У него все прописано в одном едином месте. И если вы работаете, например, по спринтам, вам удобно заходить сюда и трекать при планировании и закрытии спринта, что вот за эту неделю вы должны сделать, потому что у вас уже фильтруется по таймлайну и по дедлайнам, что в какую неделю должно быть сделано. Если говорить про документацию, да, здесь базовая тоже удобная история про то, что не нужно сохранять себе куда-то какие-то ссылки. Они все лежат в одной страничке, которая называется «документация». Я иногда называю ее «документарий», и коллеги хихикают надо мной, что такого слова не существует, но вот иногда бывает и такое. Переходя дальше, расскажу чуть больше про контент, про то, как мы его планируем и работаем с ним, потому что у нас действительно очень много каналов коммуникационных и внутри, и снаружи, с которыми мы работаем. Если говорить про снаружи, у нас есть отдельный канал основной от бренда «Альфа Диджитал». Это наше сообщество IT и диджитал сотрудников. Есть каналы отдельно по экспертизам, то есть отдельно для тестирования, отдельно для фронтов, для аналитиков, бэкэндеров и так далее. И есть внутренние каналы для разных сообществ и команд. То есть там, не знаю, у нас есть отдельный чат киноклуба, отдельный чат спикеров и так далее. Каждый из этих каналов мы ведем. То есть это не просто чат, где флут, а мы туда готовим, публикуем посты. И все это собрано в одном месте. У нас есть отдельная страница, которая называется «Редакторский склад». Это команда, которая занимается контентом и создает, продвигает и пушит его. И, ну, там, вот как бы заходя на эту страницу, можно увидеть вот такую вот в хорошем смысле паутню, на которой есть доступ к тому, чтобы перейти в любой контент-план. Так, например, мы работаем с календарем почтовых рассылок, потому что мы как команда держим этот инструмент у себя. К нам часто приходят коллеги из соседних подразделений, там, HR-бренды, это молодежный сегмент или профмасс. И мы выстроили процесс, по которому заказчик может прийти и сказать не просто «Ой, а давай сделаем 1 апреля рассылку». Он приходит, и его задача заполнить карточку, карточку, которая есть там, типа, заказчик, кто рассылает, где текст, где баннер, на какие базы мы это отсылаем, и какие-то дополнительные вводные. И процесс вот для этого, для постановки этой задачи, он у нас прописан. Так же, как и прописан процесс постановки задач на статью на хабре, на пост в любом из каналов, на создание просто какого-то текста или, там, пересмотр, да, обновление текста и так далее. Если говорить про работу с контентом с точки зрения того, как мы используем контентные каналы для того, чтобы продвигать мероприятия, а тут важно отметить, что мы используем наши каналы не только в рамках IT и диджитала, но и в рамках, там, опять же, проф и масс и молодежного сегмента, потому что, там, например, тот же молодежный сегмент очень сильно с нами пересекается, потому что у ребят тоже есть фокус на IT, а проф и масс работают, да, с другой аудиторией, но мы туда подключаемся и рассказываем про то, как мы саппортим их с точки зрения диджитала. Мы создали вот такую карту проектов, карту проектов, которые расписали абсолютно все коммуникационные каналы, которые у нас есть, вот прям все, начиная от основного телеграм-канала ИВК, заканчивая маленьким чатиком, не знаю, в котором мы обсуждаем книги, например. И для каждой из этих карточек мы задали свои категории. Категории заключаются в том, что они подсказывают, внутренне или внешне это канал, какой у него AR, на какой аудитории он работает, какие у него охваты, как правило, что нужно сделать, чтобы прийти туда с задачей, какая основная там цель и задача канала и так далее. Вот. И это удобно, потому что не нужно, да, там отдельно созваниваться с человеком и каждый раз подсказывать ему, как построить план продвижения, какие каналы использовать. Мы просто даем ссылку туда, потому что там максимально подробно написано, соответственно с процессом, и человек сам читает процесс, идет по нему. Как бы это удобно и для нас, и для внешней аудитории. Плюс сюда же есть доступ у наших ребят из IT-команд. И поэтому это тоже важный инструмент, когда они, например, не знаю, выступили на конференции и хотят потом рассказать об этом в каком-то из каналов. Они заходят сюда и подсказывают, выбирают, да, в какой канал они бы хотели зайти, куда это более релевантно будет. Ну и, соответственно, это там в партнерском формате с двух сторон происходит. Но вот я прям хочу отметить, что у нас нету какого-то, какой-то ширмы или ограничения между тем, куда у ребят есть доступ, а куда у них нет. В основные вот такие хабы и базы мы предоставляем им доступ. На этом у меня, наверное, все. Я постаралась очень быстро и основные детали зацепить. У нас в конце будет... Кажется, я видела, в чате спрашивают про шаблоны по какие-то полезные статьи и ссылки. Мы с Лешей собрали в Notion такую страничку. Будет QR-код. Если не получится по нему перейти, мы скинем ссылку. Вот, поэтому не переживайте. Леша, ты тут? Да, Соня, спасибо большое. Я как энтузиаст Notion очень рад, когда встречаю других энтузиастов Notion. Классно с Соней было обсудить, как ребята, коллеги работают. И я уверен, что сегодня в эфире нас смотрят еще энтузиасты Notion или те, кто ими станет. Короче, давайте вместе делать классные штуки, делиться ими. Ну, а я сейчас хочу рассказать про то, как мы готовим Notion для конференции DeFest. Буду показывать демо, которое будет прям наглядно видно, как это изнутри все устроено. Давайте начнем. Ну, во-первых, кратенько про меня и мои контакты. Давно занимаюсь организацией мероприятий, дел мероприятия примерно во всех инструментах возможных. И в Google таблицах, и в каких-то автоматизациях для Google таблиц, и в каких-то там Jira, конфлюенсах, CRM-ках. В общем, насмотренность на софт для конференции большая. Ну, и Notion, мне кажется, действительно удобный инструмент. И про что сегодня хочется поговорить. Что покажу, расскажу, да. Покажу, как мы организуем нашу базу знаний, как мы управляем дорожной картой, как работает наш программный комитет, как мы регистрируем участников с помощью, где здесь используется Notion, и как мы управляем в целом как проектом конференции с помощью Notion, и несколько приятных дополнительных бонусов. Так, значит, ну, во-первых, Notion, самая большая его фича в том, что это централизованная база знаний, и когда у нас вся информация, все активности про мероприятия хранятся в одном месте, это очень удобно, когда все знания, все сезоны конференции, да, то есть этот год прошлый там и так далее, допустим, когда мы 10 лет делаем конференции, у нас накапливается огромное количество знаний. Приходят новые организаторы, и им очень полезно опираться на знания коллег, которые занимались конференцией до этого. И есть поиск, есть определенная структура, да, которая помогает хорошо в этом ориентироваться, и Notion очень легковесный инструмент, в котором легко находить информацию, когда она тебе нужна, и если что-то где-то надо добавить, очень легко ее обновлять. То есть, например, с тем же конфлюенсом сравнивая, мне кажется, что добавление информации в Notion и ее поиск и редактирование, оно как будто в несколько раз проще. И сейчас постараюсь наглядно показать, как это выглядит. Значит, вот, это наш Notion Team Space. Это, по сути, вот здесь вот вы видите все сезоны. Я сейчас показываю 24-й год. И, ну, то есть любой организатор, приходя в команду, он начинает видеть какую-то основную информацию про конференцию, да, какие у нас ключевые даты, и дальше каждый, уже каждый стрим внутри команды направления программы, маркетинга, партнеров, организации мероприятия там и так далее, оно уже содержит отдельную подстраницу. Мы сейчас с вами по этому всему еще походим более подробно, да, но вот как бы вот здесь хочется показать общий просто сетап и как это выглядит, база знаний, когда человек заходит в нее первый раз, по сути, для него, да. Значит, далее пойдем, давайте, к следующей фиче, которая называется у нас, вот, прошу прощения, дорожная карта оргпроцесса. То есть, когда мы делаем мероприятие, у нас в организации его задействовано 30 человек, оргкоманда, это, по сути, такой один большой продукт, над которым работает много людей. Я думаю, что бывают мероприятия в России, в которых еще больше 30 людей задействовано в организации, да, и когда работает очень много людей, важно иметь перед глазами дорожную карту проекта, чтобы такой мастер-план, в котором отмечены ключевые даты, на которую команда может смотреть, любой участник команды, ему в целом понятно, чем мы строим, как это, какие ключевые вот эти отсечки. И эта история очень хорошо помогает на каких-то общих встречах, когда мы хотим с командой говорить про организацию мероприятия. Очень хорошо, посмотрев на это, задать себе вопрос, где мы находимся прямо сейчас. Ну и в целом, с точки зрения проектного управления, это такая диаграмма Ганта, с помощью которой мы управляем зависимостью, то есть, чтобы у нас, допустим, маркетинг, он зависит от программы, мы с помощью этого проверяем, да, что все эти зависимости удовлетворяются. Так, значит, давайте тоже здесь посмотрим, как в нашем случае на конференции DeFest Омск это выглядит. Сейчас покажу. Вот это наш таймлайн. Это все сделается стандартными средствами Notion, очень просто, быстро. И вот видите, в принципе, любой человек, он, допустим, пришел в оргкоманду первый день, мы ему можем рассказать, как у нас организуется конференция, какие у нее основные активности в ее организации происходят. И, ну, здесь такой общий план. И также, когда встречается конкретный стрим, например, программный комитет, здесь есть фильтр, который показывает ключевые отсечки, которые нужны именно программному комитету. И это, когда программный комитет каждую неделю встречается, это для них очень удобно, что можно открыть этот таймлайн, вместе на него посмотреть. И, ну, на самом деле, вот если говорить еще про нашу конференцию, то мы энтузиасты, мы делаем конференцию по вечерам, по ночам в дополнение к основной работе. Для нас получается вот просто возможность сохранить вот это как некоторый контекст, который сохранился. Мы работаем 40 часов в неделю над другими задачами, потом быстро приходим и восстанавливаем этот контекст. Это очень сильно упрощает, ускоряет нашу работу, коммуникацию улучшает. В общем, таймлайн – классная штука. Рекомендую таймлайн рисовать. Ну, и в Notion это делается достаточно просто. Так, значит, пойдем далее. Следующий у нас пункт – это работа со спикерами. Очень важная, большая тема. Я знаю, что многие до сих пор активно сидят с таблицами в этом плане, да, то есть делается некоторая форма, Яндекс-форма, Гугл-форма там или какая-то другая, летят заявки и дальше все управляется через Гугл-таблицы, как такая некоторая CRM-ка. Ну, я считаю, что в Notion это можно делать намного удобнее и практичнее, потому что можно сделать такую полноценную CRM-ку, в которой будет видно движение по воронке, можно будет настраивать фильтры и можно будет участвовать в комментариях, обсуждать, да, то есть в Гугл-доке, допустим, оставить комментарий какой-то строчке, там вот, ну, с этим работать, и статусы отслеживать, и воронки смотреть – это, ну, практически как бы не для этого, так скажем, инструмент создавался. Вот, поэтому, как выглядит наш… в нашем кейсе, да, мы берем… изначально пишем гайд, опять же, вообще гайд – это центральное, потому что все начинается со знания. Сейчас покажу, как у нас выглядит наш гайд. Потом у нас заявки, у нас Яндекс-форма для Call for Papers, и все заявки из Call for Papers летят автоматически в Notion путем небольшого добавления небольшого JSON-а прямо в Яндекс-формы, такое микропрограммирование Яндекс-форм, которое доступно в Яндекс-формах прямо из коробки, я сейчас тоже это покажу. И потом программный комитет заходит в Notion, для него там настроены удобные дашборты, в котором каждый куратор трека и Наталья, как программный директор, видит всю информацию, как на ладони. Давайте посмотрим, как это выглядит. Так, хочу начать вот просто с Яндекс-форм, то есть, надеюсь, сейчас вот просто конструктор. Это наша форма, да, форма заявки доклада на IT-конференцию, обычно Яндекс-форма. Здесь есть такая фича, как интеграция, и здесь, в принципе, не надо 4 года учиться на программиста, чтобы написать вот такой нехитрый JSON, который будет закидывать ответ, который пришел в Яндекс-форму. Видите, здесь можно мета-поля подставлять, которые пришли из формы. Потом, ну, в принципе, у чат GPT можно спросить, как этот JSON должен выглядеть, если у вас в таблице есть какие-то определенные поля. И вдергаете просто вот здесь, говорите, какой дергать, когда будет заполняться форма. Из-за вас Яндекс-форма это начинает делать автоматизацию, ну, из коробки. То есть, когда прилетает новая заявка в Яндекс-форму, она будет дергать вот эту ручку, Notion API, и закидывать. Дальше эта информация уже будет уходить в Notion, и вы можете управлять ей оттуда. Давайте посмотрим, как это прилетает в Notion. Ну, здесь надо начать, наверное, просто вот с гайда для ПК. То есть, вот, программный комитет по умолчанию заходит сюда, и вот для каждого, ну, во-первых, есть сами гайды, да, то есть написан гайд для программного директора удобно, гайд для кураторов треков, в котором объясняется, как работать с CRM-ом, гайд для спикеров тоже тут же. Причем вот эту ссылку мы делаем публично, и то есть мы можем делиться вовне и со спикерами, хотя здесь в Notion, ну, то есть вот эта вещь, она закрыта на публичный доступ, а какие-то вещи открыты, при этом с точки зрения Вики, они все лежат рядышком. И когда... давайте, наверное, посмотрим сначала с позиции программного директора, то есть программному директору, например, удобно управлять программой, вот заходя на такую страничку, все треки на одной странице, то есть здесь видно, как собирается адженда, видно, какие доклады сейчас в ревью, вот это road to track, это значит, что-то новое прилетело, и надо, ну, либо, короче, это такая, как бы входящий бэклог заявок, тут какие отклонили, ну и так далее. Вот Наталье удобно всем управлять отсюда. А если я, как куратор, организую конкретный трек, давайте, например, возьмем Android, мой любимый, есть такая тема, что я сначала накидываю wanted-доклады для того, чтобы можно было приходить к партнерам, говорить, чего мы хотим, можно было, как, начинать работу, да, с вот этого стартового какого-то идеящина. И потом мы управляем уже формированием программы с помощью вот таких табличек. И самое важное, что мы, когда проваливаемся в конкретный доклад, мы вот здесь вот такую штуку видим. Вот прилетает прямо из CFP. То есть вот эту штуку создает автоматически та интеграция в Яндексе, которую я показывал. То есть вся информация, которую заполнил спикер, она прямо тут нам доступна. И дальше мы с этим уже работаем. Ну и можно менять статусы, настраивать разные воронки, смотреть, что у нас где происходит. Это все делается максимально быстро, потому что Notion – это такой конструктор, в котором такие вещи очень легко делать. Так, значит, давайте возвращаемся дальше на слайды. И еще одна вещь, про которую хочется сказать – это регистрация участников. Здесь скажу, что… То есть здесь демо я показывать не буду, потому что мы не хотим privacy как-то здесь ставить под риск наших участников. Но словами объясню. Значит, мы используем таймпад для регистрации. Заявки из таймпада также улетают автоматически в Notion. Там еще и группируются, потому что один человек может там как-то условно два раза покупать билет. Регистрация – это не равно участнику, да. Бывает, что надо мерзжить. И бывает так, что есть какие-то участники, которые не проходили регистрацию, но хотят прийти на мероприятие. Их… ну, они, по сути, напрямую ручками в Notion тоже заносятся. Таймпад не поддерживает такую кастомизацию, как Яндекс.Формы. Приходится использовать там веб-хуки, приходится немного писать клауд-функции. Здесь уже немного больше надо уметь программировать, но, в принципе, любой программист такую задачку может сделать за 10 минут. Один раз сделали, и все работает. И у нас, получается, есть регистрация таймпада и Notion. Давайте дальше пойдем. Финальное, что хочу показать в Notion – это управление в целом всем проектом, потому что, ну, здесь я хотел бы сказать, что все мы знаем, что такое Scrum. Наверное, кто-то осознанно использует Scrum и Kanban в работе еврельской. Ну, я в целом считаю, что Scrum и Kanban – это просто такой дефолт для эти отрасли. Неважно, деврел это или разработка проектов. Но когда мы делаем мероприятия, на самом деле это не просто Scrum, который вот в Scrum-гайде описан, а это large-scale Scrum, потому что у нас есть, по сути, независимые стримы. Программа – это свой стрим, у него своя цель, у него своя команда, она практически герметичная, очень мало связана с другими командами. Есть маркетинг, есть команда привлечения спонсоров, есть команда ивента, есть команда, которая как-то занимается рекрутингом и развитием людей внутри оргкоманды. То есть если мы делаем какой-то серьезный продакшн, у нас как-то еще HR должен участвовать в нашей работе и видеть, как-то иметь доступ к нашим знаниям, чтобы как-то правильно в HR людей подбирать и оценивать. И здесь есть очень крутая штука, которую хочу порекомендовать. Она менее популярная, чем Scrum. Это называется Less Framework. В нем закладывается идея, как обобщить Scrum, сделать такой Scrum of Scrums, то есть как управлять проектом, который состоит из нескольких команд, из нескольких Scrumов, по сути. Вот. Мы эту идею используем, там, ну, недословно, но в целом это достаточно хороший референс. И, по сути, у нас есть Product Owner, это главный организатор и менеджер всего проекта, вот этого large-scale Scrum-а, это наш исполнительный директор Полина. И вот важно в этом плане, прямо в книжке, которая про Less, там тоже это явно постулируется, что важно иметь общий бэклог, важно, чтобы все команды работали с общим бэклогом. Я сейчас покажу, как у нас это выглядит. Это, конечно, большая история, но я надеюсь, какая-то такая демонстрация моя поможет понять, как минимум какое-то вдохновение получить для того, чтобы у себя это организовать. Так, давайте посмотрим. Так. Значит. Выглядит достаточно масштабно, с другой стороны, просто. Вот мы, что здесь самое главное делаем? Мы каждую неделю проводим Scrum of Scrums, встречу, на которой все директора встречаются и разбирают контроль плана движения нашего по плану. И мы по неделям здесь просто группируем. И, ну вот, допустим, мы видим, что одна задача с прошлой недели подвисает, потому что спикеры чуть-чуть медленно, да. Но это всегда нормально, спикеры чуть-чуть, дельта есть, да, вот как бы со сбором информации. И вот это наша неделя текущая. Мы видим, что мы делаем, и каждый из участников команды понимает, кто что делает. Над этим можно построить еще другие вьюшки, фильтры, чтобы было удобно смотреть, например, только чисто свои задачи или там как-то задачи команды, в которой ты находишься. И исполнительный директор контролирует, что мы находимся в плане, что дедлайны не захатятся. И, что важно, можно провалиться в каждую карточку, там написать подробно про то, в чем смысл этой задачи, acceptance criteria для нее, вести дискуссию, формировать контекст. И, ну, мы стараемся вот не обсуждать задачи в чатах, потому что в чате иначе, когда ты делаешь такой ивент на 500 человек, у тебя просто какая-то кошмарная мешанина получается. Так, значит, давайте возвращаемся обратно на слайды и выходим уже к резюме моего рассказа. То есть первое резюме, что Notion – это удобно, важно, что это асинхронно, потому что в современном мире он очень асинхронный на самом деле, да, и в нем выигрывает тот, кто умеет работать асинхронно. И Notion помогает эффективно накапливать знания, и когда вы работаете над чем-то многие годы, вот этот эффект накопления, он на самом деле имеет очень большой кумулятивный эффект. И получается, Notion дает нам, повышает нашу эффективность, он на самом деле становится нашим вторым мозгом, он разгружает наш первый мозг. Когда наш первый мозг разгружается, он становится более креативным, и это важно для того, чтобы делать крутые всякие штуки. И нам в команде хочется свой ресурс оставлять именно в креативность. Но когда мы эффективные, еще и креативные, у нас качество растет, а хорошее качество, если мы его можем обеспечивать, то, соответственно, польза наших мероприятий и результаты, которые мы достигаем, они тоже становятся больше. Ну и это, получается, работа во благо другим и себе на радость, это очень приятно. Обещал еще бонусы, значит, в качестве приятных бонусов к нашему докладу. Кто Notion Geek, можете посмотреть пример того, как мы сделали сайт Edifest 2021 года прямо на Notion. То есть у нас не было никаких других инструментов, мы прямо сайт, который был в паблике, который смотрели участники в течение всего мероприятия и так далее, он был сделан прямо как публикация Notion вовне. Мне кажется, это прикольная тема, особенно для тех, кто делает небольшие ивенты. Сидеть там, тильду отдельно иметь или какие-то другие инструменты для сайтов, это может быть даже и не нужно, если можно прямо сразу Notion вытащить в паблик. Дальше, тот, кто любит проектировать Notion или кто хочет в этом разобраться самостоятельно, я показываю вот на этом слайде, какие у нас есть базы сущности, да, в терминах Notion это Databases, в Team Space Defesta. То есть у нас вот 9, по сути, баз, которые слинкованы между собой, и нам этих 9 баз достаточно для того, чтобы управлять всем нашим знанием. И также в качестве такого сюрприза и бонуса предлагаю вам поделиться вашими кейсами, которые у вас есть в организации и вашей деятельности. И если вам кажется, что Notion мог бы быть для вас полезен как инструмент, расскажите про это, расскажите про ваш кейс, и мы можем, я персонально могу сделать бесплатный разбор одного из кейсов, и мы можем сделать это публично, да, чтобы другие ребята тоже могли посмотреть и на вашем примере для себя разобраться. И будет прикольно, если мы прямо с нуля соберем сетап, вот прямо вообще просто регистрируем аккаунт, и дальше у нас есть некоторое ТЗ, чем мы хотим, и условно мы там за час настроим примерно все, что вам нужно, потому что Notion очень простой инструмент, и если понимать, как его использовать, он очень быстро сетапится. И также, я думаю, у кого-то по ходу доклада в голове крутился вопрос, что Notion это же западный сервис, да, как же использовать нам его сейчас в России. Это очень хороший поинт. К сожалению, здесь вот в этом месте все не так просто, но если вам нужен российский Analog Notion, то мы занимаемся его разработкой, и напишите тоже мне, если вам нужен ранний доступ, и вы хотите как-то помочь в развитии такого инструмента. Так, и финальное. Мы собрали вместе с Соней, точнее, я даже честно скажу, что это полностью Соня собрала. Я, может быть, тоже что-то туда еще добавлю чуть позже. В общем, очень хорошая страничка, на которой собраны полезные материалы для изучения Notion. Если вы с ним знакомитесь, пожалуйста, используйте, и мы надеемся, что это вам пригодится в вашей работе. На этом все. Всем спасибо. Спасибо вам большое за доклад. И у нас в чате был вопрос про Confluence. Сейчас мы его откроем. Чем отличается Notion от Confluence? Чем принципиально удобнее? Вот, и там вопрос такой. Есть ли вообще смысл рассматривать Notion как инструмент, на который стоит переходить после Confluence? Ну да, для меня самое простое объяснение, почему Notion зачастую лучше других инструментов, состоит в том, что вот я в детстве играл в LEGO, и я думаю, многие из вас либо сами играли в LEGO, либо понимают, что это такое. Вот Notion — это, по сути, LEGO, в котором, если ты умеешь базово понимать, как использовать детальки, чтобы их соединять вместе, ты в нем собираешь очень заточенный сетап под себя. То есть если ты понимаешь, что такое LEGO, и у тебя есть воображение определенное, ты можешь собрать любую машинку, любую игрушку вообще, которую никто до тебя ищет даже. Ну, короче, персонально для себя. А Confluence, Jira, там, не знаю, какие-то другие инструменты, они как машинка, которую ты купил в магазине, она вот уже есть такая, как есть, и ты, если хочешь здесь что-то чуть-чуть сделать поудобнее, то у тебя уже не получится. То есть Notion, он позволяет вот очень-очень точно подстраивать себя под ваши задачи. И это, мне кажется, очень большой бенефит, особенно для стартапов, небольших динамичных команд, для которых важна скорость. И, ну, вот как бы вот эти нюансы важны. Вот. И, ну, другая вещь. Confluence, мне кажется, очень громоздкий, медленный. Там, ну, короче, такой, видно, что продукты из, не знаю, там, начала нулевых, да, прям видно это по нему. Я вот, когда в него захожу, у меня вот эта как-то громоздкость, она, ну, сразу как-то немножко начинает напрягать. Мне с этим некомфортно. Хотя, если для вас он работает, ну, тут как бы, как говорится, работает, не трогай. Спасибо за ответ. Супер. Вот. И у нас уже следующий вопрос в чате готов. Наталья, во-первых, говорит спасибо за доклад, во-вторых, спрашивает, добавляете ли вы спикеров в Notion. Вот не хочу забирать ваш клеп, но скажу, что да. Да, короткий ответ, да. Все делается в Notion. И там, наверное, есть классная ролевая модель, что, по сути, спикеры могут видеть один блок, организаторы другой блок, партнеры там третий блок, и прямо у каждого свои уровни доступа. Это, наверное, тоже очень удобно. Notion умеет по строчкам доступы гранулировать, по столбцам не умеет. Вот в российском аналоге мы хотим сделать, чтобы можно было по столбцам доступы гранулировать. Тогда можно будет прям вообще как бы партнером, спикером красиво этим управлять. Ну, в Notion, на самом деле, вот это один из его изъянов. У него модель управления пермишинами, она, ну, скажем, достаточно слабая. Поэтому здесь вот, наверное, как бы сполна, то, что ты говоришь, сделать не получится именно в Notion. Поняла. Спасибо за ответ. И мобайл-девелопер, наш уважаемый слушатель, спрашивает, а куда в бета-тест вашего аналога записаться? Мне в личку Алекс Коровянский в Telegram. Все максимально просто. Это скорее пока альфа-тест. Поэтому пока все максимально просто и наколеночно. Я бы тоже писалась, да, интересно. Вот, Леша, ты мало про это рассказал. Было бы интересно потом почитать посты про ваш продукт. Потому что аналог Notion российский очень нужен, потому что кто-то в комментариях правильно заметил, что Notion могут заблокировать, а могут и не заблокировать. Поэтому все равно нужен, наверное, свой продукт. И... И...